Мои хорошие, всем добрый день, всем приветик. Мои хорошие, это зрители канала, которые действительно хорошие, адекватные ребята, люди, которые любят меня смотреть, которые ставят лайки, которые ждут новые видео и с наслаждением заходят на канал. У нас тоже прошелся, вышло, Стас родил в Лидл, купил мясо, но овощи не купил. Я сейчас в Атеку решила сходить, куплю овощей, потому что хочется овощей, и буду мукпанк завязывать, наверное, первый мукпанк, вы посмотрите, а потом это видео. Честно, так парит, так тушно, после дождя так тушно стало, это ужас, это ужас, тоже хороший прошелся. Мне тут ехать одну остановку автобусом, на следующий выходить. Я думаю, по мокрому асфальту не буду идти пешком, могла пешком пройти, если бы нормально, без дождя было, но не буду пешком идти, поеду на автобус. Одну остановку, у меня тикет за 49 евро, так что могу проехать. Тикет за 49 евро, это проездной. Что хочу сказать? Прошла ваши комментарии, я в шоке, сколько больных людей пишут. Вот реально больные люди, и те, кто пишут, что я мужчина. Ну я вообще, я в шоке. Я миллион раз и в купальнике была, и документы вам показывала. Я понимаю, это сплетни кто-то рассылает, вот именно сплетни. И бессовестные люди, вот эти сплетни, разглашают. Вот, кстати, автобус едет. А нет, машина. Грузовая машина. Ехала, я думала, автобус. Я же говорю, бессовестные люди, вот эти сплетни, раздувают. Побойтесь, Бога. Я женщина 100%, 300%. И физиологически, и по документам, и по всем прогнозам, скажем так. Я понимаю, вы мне советуете, что я красотка. Вы хотите меня к не витать, я это понимаю. Есть больная на голову блогерша, которая этим занимается. Ну, у нее с головой проблемы, или просто хай пыщет, это ее проблемы. Я думаю, вы поняли, про кого я говорю. Так что вот так. И я же говорю, не пишите гадость. Оно вам все аукнется, все вам придет. Часто пишут про Саса, что он больной на голову. Но по факту больные на голову это те комментаторы, которые вот этот пресс сочиняют и распространяют. Это клевета, это ложь. Да это вообще уголовное дело, что существует. Но не будем о плохом. Я знаю, у меня на канале много хороших, адекватных людей, которые знают, кто я, знают, что я. И всегда остаются со мной. Я это знаю. А этот не ликвид, не... Ну, что я могу сказать? Бог вам, друзья. Просто единственное, вот это не понимаю, как можно клеветать. Это же клевета, когда человек что-то придумывает и распространяет это за всеобщее обострение. Вот пишут комментарии все доступные с враньем. Враньем. Это клевета. Это уголовная ответственность за это. Я не знаю, наверное, в Германии разрешено клеветать. Потому что многие пишут в Германии. Клевету враньем большинство в своем идет в Германии. Так что я ищу говорю. Значит, тут законом разрешено про человека клеветать, человека обхаживать. Потому что если бы это разрешено было, вы бы этим не занимались. Нормальный человек такой герней заниматься не будет. А слово совсем. Вот так как-то. А ну-ка, поглядите, какая же я чиха, какая красотка. Люди идут, смотрят, восхищаются. Мне даже соседка сказала, над нами что-то живет. Говорит, Каечка, ты такая красотка. Я просто я тебя вижу, я наслаждаюсь. Глаз не оторвать. Ты очень красивая женщина. Я не молодая, уже мне не 20 лет. Но все равно на свой возраст я просто красотка. В моем возрасте уже большинство с машинами. Большинство уже стареющие. А я красотка. Ну, автобус приехал, буду садиться. Продолжение запишу. Фу, пришла домой, вся спарилась. Вся спарилась, дышать нечем. Солнце опять вышло, дышать нечем. Вот это после дождя. Сейчас вам покажу, что я купила в Атеке. Особо ничего в акции не было. Все по полноценной цене купила. Огурцы так подорожали. Евро 0,9 один огурец. Вот эти покланы большие. Это ужас. Ну, дождей не было. Два месяца сасухи, можно сказать. Ну, вообще не было таких дождей. И вот цены сразу выросли. Ну, сейчас после дождя посмотрим. Пуханку хлеба черного 2,50. Это Стасу его мармеладки взяла. Последние. Кстати, последние были. Одна банка была. Ладик. Последние. А ну, проверь, они не открытые, запечатанные? Одна банка была? Одна банка. Так, взяла в копейку такой кекс лимонный, освешающий. 250 грамм в нем. Сейчас копейку выпью. У меня этот, попьем точнее. У меня этот стоит курица. А он еще не разалый? Не, евро 70. Не, было евро 50. Ну, вот так они и остались. Я сейчас по чеку посмотрю. Этот рулет евро с копейками тоже стоит. Сейчас я твой мармелад посмотрю сколько. Евро 50, а варежков? Евро 49 будет. Евро 79 они. Да, подорожали. Да, евро. Или евро 59, или евро 79. Подорожали. Не знаю. Они евро 49 были, да? Купила мороженка, но уже тает, уже все тает, ужас. Мороженое с мекталем. Купила такое, шоколадное, эскимон. 12 штук, 2,99 или 2,79. Ну, короче, около 3 евро. И купила вот этот микс такой, микс. Тут разные, все подтаивает. Я говорю, парит, на улице просто парит. 12 штук тоже в такой же ценовом, ну, такая же цена. Тут белый шоколад и фруктовые разные, и шоколадные есть. Попробуем. Так, сейчас, что я с химией, химию купила. Химия, кстати, дорогая. Вот эти две, это евро 90, и это евро 90. Это для чистки кранов, ну, для этого, от натипа. Такое взяла. И вот этот преф, это очистит раковину, чистит тушевую кабину, порошок. Кстати, хорошо чистит. Вот этим я очень довольна. Я покупала гили, гили мне не очень нравится. А вот этот именно вычищает хорошо. Ну, он дорогой, конечно. Вот эти взяла. Так, мыло. Вот это всегда мыло. Перу с мигдалем. Ну, с орехом, с маслом ореха. Ну, да, тут мед и мигдаль. Как я поняла. Миндаль. Мигдаль по-украински. Так, паночку пивка взяла, корочки. Такое пиво прала, нормальное, нормальное. Алкоголь я не пропагандирую. Это пивко нормальное. Так, вот этот огурец, вот это один огурец, евро 0,9. Представляешь, как подорожали? Один огурец. Хочу салат съесть. Я одному банке, вы посмотрите. И помидоры взяла. Помидоры, сейчас я посмотрю, там цены не было. Вот эти навецки. Ой, что они такие красные на камере, как розовые. Это платье у меня цветастые, оно отдаёт. Так, сейчас я вам скажу помидоры, томаты. Томат. Так, сейчас, я так и не поняла, сколько. Одно евро килограмм помидоры. Одно евро стоят. Ну, вот эти помидоры, одно евро. Евро килограмм. Вот это у меня вышли томаты на евро 22, я взяла. Кило, кило 218. Это не все тут ещё в пакете. Есть пакетики не ложила. Вот, в общем, на евро 22, раз, два, три, четыре, пять. Тут пять у меня. Шесть, семь, помидор на кило 218. Вот, вышли. Так, помидоры потешевели, а эти огурцы наоборот. Сейчас я положу. Огурцы поторошали. Фу, в платье пошла. Солнца не было, когда я вышла. Но я так справилась. Автобус шкала с вами. Видео записала. Сами видели, сколько шкала автобуса. Обратно возвращалась в 14 минут. 14 минут шкала автобус. Всё, сейчас воду для вас мукпанк записывать. А, губника была? Ой, плохая, зелёная. Восемь с чем-то. Восемь я. Или семь, семь девяносто девять, по-моему. Килограмм. Ну, плохая. Зелёная. Вот эти клубнику. Вчера ж попробовали клубнику. Вот эту на магазине. В этом, ну, в каком-то магазине купили. На вкус, честно, я не в восторге. Я себе сахарком засыпала. Стасу понравилось. Стасу понравилось. Мне клубника не особо понравилась. Я вообще клубнику не очень люблю. Вот черешню люблю. Всё, всё вам пока стало. Всё, всем отличного настроения. Кто не подписан, подпишитесь. Всё, всем пока-пока.